Приветствую вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения — донести до людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня понедельник, и сегодня я продолжаю учить по теме, которую я начал несколько дней назад. Она называется «Как найти, следовать и исполнить Божью волю». Хочу сказать, что это крайне важное учение. Я уже говорил на тему «Как найти Божью волю». Мой отрывок — это Римлянам 12.1, где говорится о совершенной воле Божьей, чтобы мы были живой жертвой, святой, благоугодной для Бога. И потом, когда мы подчиняем себя Ему в Римлянам 12.2, говорится, мы обновляем свой ум и испытываем, что есть воля благая, угодная, совершенная. И я несколько дней потратил, объясняя этот вопрос. Это крайне важная истина, как первые шаги по важной лестнице. Вам нужно узнать, какова воля Божья для вашей жизни. Но, найдя Божью волю, это, конечно, важно, но на этом еще далеко не все. Вам нужно узнать, как последовать за Богом. Божья воля не исполнится сама, суверенным образом, автоматически, как судьба. Нам нужно научиться следовать ей. И нужно учиться дойти до конца в этой воле и исполнить то, к чему Бог нас призвал. Все эти три этапа крайне важны. Итак, я уже поговорил о том, как найти Божью волю. Если вы упустили это учение, заходите на наш веб-сайт, посмотрите архивные видео с этим учением. Также вы можете заказать другие материалы на эту тему. Я уже показал несколько свидетельств о Божьей воле в жизни людей, о людях, которые пришли в наш библейский колледж, которые нашли волю Божью для своей жизни. И Бог не только изменил курс их жизни, но также это повлияло на других людей. И вот о чем я хочу начать говорить на этой неделе. Когда вы узнали Божью волю для своей жизни, вам нужно начать следовать за Богом, учиться следовать за Его водительством, Его указаниями. До тех пор, пока мы слушаемся Его и следуем за Ним, мы видим полноту Божьей благословений и Божьей воли в нашей жизни. Поэтому у меня есть важные вещи, о которых я буду говорить на этой неделе. Мы также будем смотреть на Моисея как пример, потому что Моисей знал волю Божью для своей жизни. Но в какой-то момент он попытался своими силами исполнить ее. Из-за этого он 40 лет провел в пустыне, и из-за этого также израильтяне 40 лишних лет провели в рабстве. Все это резкие утверждения. Многие возразят, скажут, я никогда такого не слышал, но я вам покажу все это в слове. Вот об этом мы будем говорить на этой неделе. Хочу сначала показать вам небольшое видео, которое мы записали о человеке по имени Лиланд Шортс. Он пришел в библейский колледж и буквально преуспел в Слове Божьем. Оно изменило его жизнь, преобразило, дало ему свободу. Этот человек раньше изучал искусство в музее Далласа, но потом Господь призвал его служить в Уганде. Он поехал туда, женился на Угандийке, он начал служение. Лиланд теперь с Господом, но также Лиланд нашел волю для своей жизни, и последние несколько лет своей жизни он провел в исполнении воли Бога и произвел огромное влияние, которое до сих пор ощущается. Это влияние продолжает расширяться в Уганде, и сегодня больше полумиллиона людей в Уганде каждую неделю изучают наши курсы благодаря курсам Евангелия ученичества, которые когда-то начал Лиланд. Также есть библейская школа, которая основана в Уганде и функционирует до сегодняшнего дня. Многие из этих людей раньше никогда не слышали Евангелия, до сих пор многие из них жили как предки тысячи лет назад. До недавнего времени многие вообще ходили без одежды, то есть это все было на очень примитивном уровне в обществе, и сегодня мы видим сотни тысяч людей, которые рождаются свыше. Мы помогаем им рыть колодцы, помогаем им утвердиться в жизни и сделать свою жизнь лучше. Самое важное для этих людей началось через этого человека Лиланда Шортса, который нашел волю Божию и стал за ней следовать. Поэтому, я думаю, это в связи с вас богословит. Я вернусь к вам в конце этой программы. Я не любил религию настолько сильно, что Бог отправил меня в такую страну, где религия была везде. Религия душит людей. Многие из вас увидели, что у Бога есть для вас особенное призвание, какая-то особенная цель. И вы решили, ну вот, Бог сказал мне, что я должен делать отсюда, я возьмусь дальше делать все сам. Потом стали происходить некоторые перемены. Перед тем, как я приехал в Библейский колледж Харрис, Бог разбудил меня одним утром в 2004 году и попросил меня продать мой дом и все, что у меня было. Я сказал, хорошо. Раньше я думал, что поеду проводить время в монастырях, буду ездить по Соединенным Штатам, буду путешествовать. Маме, вряд ли, это бы понравилось. Она была рождена свыше, исполнена духом. Я однажды позвонил, и ей сказал, что буду этим заниматься. Она сказала, что будет молиться за меня, и мне это показалось необычным, но я обрадовался. Пару недель спустя она позвонила мне и спросила, знаю ли я, кто такой Эндрю Вомок. Я сказал, что нет, ни разу о нем не слышал. Она говорит, мы с папой ездили на его конференцию, и она рассказала мне о его служении, сказала, что видела его на телевидении, и у него есть библейский колледж в Колорадо Спрингс. Она позвонила на молитвенную линию, ей дали несколько стихов из Писания для молитвы обо мне. В общем, я поговорил с ней, Господь сказал мне, запишите стихи. Это было действительно глубокое слово от Бога. Исайя 38. Теперь пойди на черта, это на доске у них, и впиши эту книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Моя проблема была в том, что религия существовала. Я был в мире, но я знал, что Бог любит меня, так меня научила мама. Но я был эгоистом, и Бог работал со мной в этом вопросе. До тех пор, пока вы думаете только о себе, вы будете мыслить мелко. Вам нужно освободиться от самого себя, от упования на себя, хорошего или плохого. Вам нужно освободиться от этого и войти в состояние такое, когда вы скажете Богу, дело не во мне, дело в себе, Господь. Пока есть упование на себя, пока вы думаете, Бог, какой мудрый выбор ты сделал, выбрав меня. Я вижу твою премудрость, я прекрасный, удивительный человек. Ты только меня на сцену поставь, а дальше я сам все сделаю. С таким отношением вы потерпите неудачу. Вам нужно прийти в такое состояние, когда вы поймете, без Христа вы ничего не можете. Когда я пришел в Харрис, я не знал, кто такой Эндрю, когда я с ним познакомился. Я наблюдал за ним. За много лет в бизнесе я научился, хочешь преуспеть, наблюдая за успешными людьми, кто делает что-то хорошо, и повторяя за ними, перенимай опыт, внедряя в то, что ты делаешь, и тогда ты достигнешь успеха. Я наблюдал за Эндрю пару недель, и потом решил, что я хочу так же, как он, действовать. Мне тоже нужно то, что есть у него. Я увидел его служение, его успех в том, что он делал для Бога, не физическое, а то, что он учил, чему учил, как учил, и какие результаты он получал. Я решил, что подчинюсь этой истине и буду ее принимать. И вот поэтому я здесь. Я призван в Африку, и я всегда буду там до конца жизни. Мое сердце открыто тому, чтобы учить людей, назидать людей. Это все очень просто. Все, что мы узнали, все это были фундаментальные истины, основанные на принципах ученичества. Я ученик Эндрю, и я обучаю своих учеников, учу тем же самым истинам, повторяя те же самые истины снова и снова и снова. Я повторяю их в их контексте, в контексте той ситуации. Я не пытаюсь изобретать велосипед. После того, как мы отучили программу ученичества, которую я привез из США, я получил разрешение использовать основной курс библейского кольца Харрис, первый курс, то есть это учение Эндрю, Венделла Пара и Дона Кроу. Мы приехали в Кассейси на пять месяцев. Там был пастор Вебстерн Наталу, был мой помощник. Мы с ним уже три года проводили занятия по этим материалам, и мы взяли эти DVD-диски, сели в комнате, включили DVD и посмотрели все эти диски с учением, и потом стали учить по этим материалам. Мы учили все это вживую. И потом мы обращали внимание на вопросы людей, и если мы видели, что они чего-то не понимают, мы все возвращали к основным фундаментальным принципам «Дух, Душа и Тела», которым учил Эндрю. Мы брали, ну, когда мы проводили время в общении, мы приводили иллюстрации, примеры Духа, Душа и Тела, то есть повторяли основные фундаментальные принципы, и когда люди задавали вопросы, мы опять возвращали к этому принципу. Вот что случилось в вашем Духе, вот ваша Душа, вот ваше тело. И все вопросы мы возвращали к этим принципам, и благодаря этому приходила ясность. За эти пять месяцев у нас было три субботы, когда нам приходилось возвращаться к самому началу. К концу этой программы у нас было 49 пасторов, которые поняли эти откровения. Они не просто были погружены в записи, они встали и сказали, «Мы больше никогда не будем обмануты». Люди думают, что они идут в ад, они действительно не знают, что идут на небеса. Люди не знают, что Бог любит их. Люди не знают и не понимают, что такое спасение. Но я хочу вам сказать, что Бог дал нам план, и Он дал нам инструменты через Эндрю, и мы видим, как жизнь людей меняется навсегда. И не на поверхности, а действительно в Духе. И они понимают это. Лилон Шортс пришел учиться в Библейский колледж Харрис в Колорадо в 2002 году. После выпуска он переехал жить в Уганду. И неожиданно ушел к Господу 23 июня 2011 года. Те, кто имел привилегию быть лично знаком с Лиландом Шортсом, потеряли дорогого друга. Он казнулся многих жизней уникальным и незабываемым образом, как миссионер. Но наследие Лиланда только начинается. Самое важное – это знать, кто мы во Христе, и научиться тому, кто мы теперь в Нем, и тогда Бог сможет сделать через нас все, что Он запланировал. И тогда мы переходим к нашей вечной судьбе, судьбе в вечности. Это здорово, меня это радует. Минутой молчания мы хотим почтить Лиланда за его 9 лет служения в Харрисе и служения Андрю Вомака. За это время Лиланд сделал и пережил больше, чем большинство людей за всю свою жизнь. Принципы, изменившие жизнь Лиланда, живут в сотнях и тысячах людей по всему миру. Лиланд открыл книжный магазин служения Андрю Вомака в центре Кампалы. Так послания любви и благодати стали доступны тысячам человек в этом крупном городском центре. Он также основал библейский колледж Харрис в Уганде. Его выпускники воскрешают мертвых и исцеляют больных. Они проводят телепрограммы, наполненные живым словом, проводят евангелизации по всей стране. Его ученики уже повторяют его дела. Главным в жизни Лиланда были ученики. Поэтому его служение только начинается. Его потенциал никто из нас даже не может представить. Вот это Африка. До встречи. Лиланд Шортс в понедельник попал в больницу с диагнозом пневмония. Его поместили в отделение интенсивной терапии и потребовали две недели полного покоя. Но в четверг его жизненно важные органы просто отключились. У Лиланда осталась его жена Кэрол и ее семья в Энтебе. Его мать, отец, сестра и брат живут в Луизиане. И осталась целая группа учеников Харрис и группа пастров, наставленных по программе Евангелия и Ученичества и бесчисленные измененные жизни. Труды его жизни продолжают приносить урожай за урожаем и продолжат приносить в будущие годы по мере того, как другие будут обучаемы истинам, а безусловно, любви и благодати на основании того труда, который начал Лиланд Шортс в Уганде. Лиланд Шортс Я призван в Африку и буду туда. до конца своих дней История Лиланда только начинается Удивительное свидетельство. Лиланд действительно был большим благословением для меня и буквально отдал свою жизнь ради Евангелия. Сегодня то, что он когда-то начал делать... Знаете, он сейчас находится в присутствии Господа, ему же все компенсировано. Писание говорит о том, что то, что для нас приготовлено, настолько велико и прекрасно, что прошлое даже на ум не придет. Я не уверен, что это до конца значит, но, думаю, Лиланд смотрит на нас, ему там весело, на небесах и здорово. Я уверен, что он там нашел, чем заняться, его внимание занято чем-то, но то, что сделал Лиланд, все еще и сегодня продолжает оказывать влияние на людей. Я могу вас обратить к тысячам и тысячам людей, чьи жизни были преображены благодаря этому одному человеку за всего лишь несколько лет. Позвольте мне спросить вас. И я не хочу никого осуждать и не пытаюсь вам причинить боль. Но когда настанет ваше время отправиться на небеса Господу, когда вы будете на той стороне, то, что вы делали здесь, будет ли это все еще влиять на людей? Годы спустя после вашей смерти будут ли меняться жизни людей? Станет ли мир лучше благодаря тому, что вы сделали, будучи здесь? Я все это говорю не для того, чтобы осудить вас, потому что кто-то сейчас расстроится, разозлится, и вы, может быть, ощущаете, что я пытаюсь вызвать в вас чувство вины. Но это не так. Вам нужно ответить на этот вопрос, задать его себе. Многие из нас живут здесь просто, тратя время зря. Оказываем ли мы влияние? Исполняем ли то, к чему Бог нас призвал? Могу искренне сказать, что Лиланд действительно нашел Божью волю для своей жизни и начал следовать за ней. И в моем понимании, его жизнь закончилась раньше, чем должна была. Я не думаю, что он закончил свое аресталище и свой бег. Но даже на тот факт, что он нашел волю Божью для своей жизни и попробовал ей следовать, уже изменило жизни тысяч людей, которые родились свыше. А кто знает, какой будет конечный результат всего этого? Благодаря ученичеству и программе ученичества, которую начал Лиланд, которую помог начать Лиланд, это процесс, который всегда идет. Там могут быть уже десятки тысяч, сотни тысяч учеников. Только Бог знает полный эффект этого действия. Но Лиланд нашел Божью волю для своей жизни и эта воля отвела его на другой конец земного шара и преобразила многие жизни. Спрошу вас о том, что вы делаете. Меняет ли жизнь? Оказываете ли вы влияние? Или вы идете на работу, возвращаетесь домой, смотрите телевизор, потом ложитесь спать, потом утром идете опять на работу и делаете все это только для того, чтобы выжить? Или же ваша жизнь действительно имеет значение? Я знаю, что это непростые вопросы и неприятные, и многим не нравится их задавать, но их нужно задать, говорю вам. Сатана часто останавливает нас через суету, когда мы слишком заняты, пытаясь зарабатывать на жизнь, мы пытаемся что-то исправить, но мы не можем сказать, что мы со страстью что-то делаем. Если вы утром просыпаетесь и радуетесь тому, что вы будете делать, это здорово. Я сегодня утром проснулся в 4 часа утра, радуясь тому, что я буду записывать эту программу, делиться теми истинами, которые изменили жизни людей. Я один из самых благословенных людей на земле. Бог использовал меня, открыл мне двери, не показал мне то, что Он хочет от меня. Я рад тому, что Бог доверил мне, так что я утром просыпаюсь с радостью, а не от ужаса. Я просыпаюсь с радостью, и вам нужно радоваться тому, к чему Бог призвал вас. Спрошу вас, так ли идет ваша жизнь, если нет. Не надо впадать в осуждение или в депрессию, но пусть это мотивирует вас. Скажите тогда себе, я найду волю Божью для своей жизни, и когда Бог покажет мне, что Он хочет от меня, я буду этому следовать, я буду со всей страстью искать Божьего лица. Бог хочет исполнить свою волю через вас, в вашей жизни, больше, чем вы сами этого хотите. Вам не нужно умолять Бога, упрашивать Его. Вам не нужно волноваться, что вы упустите что-то и неправильно что-то поймете. Вы, конечно, можете ошибиться, но если будете искать Бога, то найдете. Будете просить, будет вам дано. Об этом говорится в Матвее 7, 7, 8. «Всякий, просящий получает, ищущий находит и стучащему отворят». Бог хочет открывать свою волю вам больше, чем вы сами хотите ее знать. Единственная причина ее пропустить, это быть слишком занятым заботами этого мира, суетой, которые душат Слово. Вы становитесь настолько заняты, что его пропускаете. Либо, когда полагаетесь на себя, делаете свое, и не делаете себя живой жертвой, угодной Богу. Не посвящаете себя Богу. Тогда идете, делаете свое, и гарантированно не увидите исполнения Божьей воли. Но если у вас есть желание, если вы хотите ответить на те принципы, которые я сегодня озвучил на этой программе, если вы хотите сказать, «Бог, хочу знать Твою волю для моей жизни. Хочу, чтобы моя жизнь имела значение». Так что, когда я уйду отсюда, и мое время закончится, чтобы кто-то ощутил, что меня не стало, чтобы я принес какие-то изменения, чтобы люди благодарили за меня, что мир стал лучшим местом благодаря моему присутствию здесь, было бы грустно закончить свою жизнь под общий вздох облегчения. Я рад, что этот человек ушел. Я знаю, что это неприятная мысль для многих, но подумайте об этом. Большинство людей живут без познания Божьей воли для своей жизни, и поэтому они не оказывают того влияния, которое должны бы. У Бога есть совершенный план для вашей жизни. И для того, чтобы увидеть Его проявление, вам необходимо преследовать этот план, преследовать эту цель, желать Божьих истин. Я воодушевляю вас сейчас. Если Бог касался вашего сердца во время этой программы, обратитесь к Богу. Прямо сейчас здесь, дома, может быть, вы смотрите меня в машине, вы не можете закрыть глаза и остановиться, но прямо сейчас, когда Бог обращается к вам, откройте свое сердце и скажите, «Бог, я хочу знать Твою волю. Я хочу посвятить себя Тебе. Пусть моя жизнь имеет значение». Помолитесь такой простой молитвой, и Бог начнет действовать в вашей жизни. Наша молитвенная линия, молитвенная телефонная линия в Колорадо-Спрингс, готова принять ваш звонок. Если вы нас смотрите в Европе, также вы можете позвонить. Вы можете позвонить в наш колл-центр, и наши служители помолятся с вами. Они сами следуют за Божьим призванием в своей жизни и могут помочь вам исполнить Божью волю для вашей жизни и найти ее. Позвоните на этот номер, который видите здесь, и также можете заказать мои материалы, и присоединяйтесь ко мне завтра. Мы продолжим изучать истину Евангелия. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. В книге «Обуздание эмоций» Эндрю Вомак учит нас истинно Божьего Слова о том, что такое эмоции и как их контролировать. Эндрю делится своим опытом, в том числе и полученным во время войны во Вьетнаме. Вы узнаете, откуда берутся эмоциональные проблемы, какие у них библейские решения. Истины Божьего Слова, рассказанной в этой книге, помогут вам изменить свои эмоции и поступки и вывести вашу жизнь на другой качественный уровень. Закажите книгу. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-70-09 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Возрастание нельзя разогнаться с 0 до 1000 км в час за секунду, потому что это будет катастрофа. Вам нужно разогнаться, на это требуется время. Таким же образом вы узнаете Божью волю. Нельзя начать с того, что вы не знаете вообще воли Божьей, а потом вдруг начнете исполнять всю ее. Вам нужно начать двигаться в этом направлении. На это есть шаги, есть этапы. Будьте аккуратны, чтобы вам не начать двигаться на своей мудрости, своем состоянии и своих способностях. Иначе вы напортачите в Божьем плане. Именно так однако сделал Моисей вот в этих стихах в 7 главе Деяний. Ему было 40 лет, когда с ним это случилось. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программ Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru Зайдите в раздел Пожертвовать. Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе Новости служения. Нажмите кнопку Пожертвовать, чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.